Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Аминь. Вопрос 3870, 26 том книги «Открытый мок». Вы говорили, что поэт Александр Блок умер по непонятной причине. И что, это связано было с его стихами? Ответ. Мы ведь о прошлом судим только по книгам. Вот 194 поэта рассматриваются разными людьми. Но воедино, это в рубрике «Стихи» собрал, видимо, под руководством поэта Евгения Евтушенко. Беру оттуда. А они же не сами придумывают, а тоже берут из прежних источников. Когда человек что-то говорит, то он должен свой разговор строить не на выдумках, а на том, что может подтвердить. От Матфея. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. На чем основаны были стихи Гаврилиада у Пушкина, если это его творение? Демон Лермонтова, 12 Блока, где он выявил, что во главе революционеров и убийц идет Христос? Блок Александр Александрович. Беспощадность к эпохе Блок начинал с беспощадности к самому себе. Однажды он проронил. В большинстве случаев люди живут настоящим, то есть ничем не живут. Революцию Блок воспринял как историческое возмездие за распад уже сильно пованивавшей монархии. Встретив Маяковского ночью в революционном Петрограде Блок сказал, костры горят, хорошо, и добавил, а у меня в деревне библиотеку сожгли. Призывая слушать музыку революции, Блок тем не менее предвидел удушение российской культуры после того, как свершилось мрачное ерническое предсказание Пушкина. Кавычки открыты. Кишкой последнего попа, последнего царя удавим. Царь, кажется, действительно оказался последним, а вот страдания народа оказались далеко не последними. Кавычки открыты. Но покой и волю тоже отнимают. Не ребяческую волю, не свободу либеральничать, а творческую волю и тайную свободу. Кавычки закрыты. Для Блока в предстоящем торжестве кровавого бескультурья места не было. С одной стороны, его пытались, кавычка, поставить на службу революции. Читали в вакитбригадах конец двенадцати, кавычках, так. В белом венчике из роз впереди идет матрос. С другой стороны, ему демонстративно не подавали руки за то, что он продался большевикам, кавычках. Волошин по-своему толковал конец поэмы так. Большевики ведут Христа на расстрел. Христианского смысла поэмы не уловил никто, потому что формула «Кто не с нами, тот против нас» была свойственна не только красным, но и белым. А Блок не был ни тем, ни другим. В весной 1921 года Блок тяжело заболел. И это было связано и с голодными годами гражданской войны, и с огромным истощением нервной системы. Возможно, и с творческим кризисом, наступившим после поэмы «12». Альянский, единственный, кто кроме родных, навещал умирающего поэта, пишет. Александр Александрович перемогался всю вторую половину мая и почти весь июнь. Потом он слег и попытался работать, сидя в постели. Болезнь затягивалась, и самочувствие неизменно ухудшалось. Однако Любовь Дмитриевна и все, кто заходил в эти дни на офицерскую узнать о здоровье Блока, надеялись на выздоровление. Никто не думал о грозном исходе болезни. Один Александр Александрович, должно быть, предчувствовал свой скорый уход. Он тщательно готовился к нему и беспокоился, что не успеет сделать всего, что наметил, и поэтому торопился. Далее мемуарист рассказывает эпизод, происшедший во время болезни Блока. Кавычки открыты. Спустя несколько дней Любовь Дмитриевна, открывая мне дверь, поспешно повернулась спиной. Я успел заметить заплаканные глаза. Она просила меня не подождать. И, как всегда, я прошел в маленькую комнату, бывшую раньше кабинетом Блока. Скоро Любовь Дмитриевна вернулась и сказала, что сегодня Саша очень нервничает, что она просит меня, если не спешу, посидеть, быть может, понадобится моя помощь, сходить в аптеку. Но не прошло десяти минут, вдруг слышу страшный крик Александра Александровича. Я выскочил в переднюю, откуда дверь вела в комнату больного. В этот момент дверь раскрылась, и Любовь Дмитриевна выбежала из комнаты заплаканными глазами. Немного погодя, я услышал, как Любовь Дмитриевна вернулась к больному. Пробыв там несколько минут, она пришла ко мне и рассказала, что произошло. Она предложила Александру Александровичу принять какое-то лекарство, и тот отказался. Она попыталась уговорить его, тогда он с необыкновенной яростью схватил горсть склянок с лекарствами, которые стояли на столике у кровати, и швырнул их силой в опечку. В другой раз Блок на глазах гостя отбирал и уничтожал некоторые свои записные книжки. Кабычки открыты. Если бы я мог предположить, что Блок уничтожает дневники и записные книжки в припадке раздражения, тогда факт уничтожения меня не удивил бы, но это происходило на моих глазах. Внешний Блок оставался совершенно спокойный, даже весел. И этот, кавычки, безумный акт в спокойном состоянии особенно потряс меня, пишет мемуарист. А вот описание последнего свидания с поэтом. Кабычки открыты. Он пригласил меня сесть. Спросил, как всегда, что у меня жена, что меня как жена, что нова. Я начал что-то рассказывать и скоро заметил, что глаза Блока обращены к потолку, что он меня не слушает. Я привел рассказ и спросил, как он себя чувствует и не нужно ли ему что-нибудь. Нет, благодарю вас. Другой современник поэта Григорий Иванов пишет, что врачи, лечившие Блока, так и не могли определить, чем он, собственно, был болен. Сначала они старались подкрепить его быстро, падавшей без всякой причины силы. Потом, когда он стал и неизвестно от чего невыносимо страдать, ему стали выпрыскивать морфий. Но все-таки от чего он умер? Поэт умирает, потому что дышать ему больше нечем. Эти слова, высказанные Блоком на Пушкинском вечере незадолго до смерти, быть может единственно правильный и диагноз его болезни. За несколько дней до смерти Блока в Петербурге распространился слух. Блок сошел с ума. Этот слух определенно шел из большевизнанствовавших литературных кругов. Впоследствии в советских журналах говорилось в разных вариантах о предсмертном помешательстве Блока. Но никто не упомянул одну многозначительную подробность. Умирающего Блока навестил просвещенный сановник, кавычках. Кажется, теперь благополучно расстрелянный начальник Петра Гослиздата и Ионов. Блок был уже без сознания. Он непрерывно бредил. Бредил об одном и том же. Все ли экземпляры 12 уничтожены? Не остался ли где-нибудь хоть один? Люба, хорошенько поищи и сожги. Все, сожги. Любовь Дмитриевна, жена Блока, терпеливо повторяла, что все уничтожены. Ни одного не осталось. Блок ненадолго успокаивался. Потом опять начинал, заставляя жену клясться, что она его не обманывает. Вспомнив об экземпляре, посланном Брюсову, требовал вести себя к Москву. Я заставлю его отдать. Я убью его. И начальник Петра Гослиздата Ионов слушал этот бред умирающего. По свидетельству Корнея Чуковского, в кавычки открытые, в начале июля стало казаться, что он поправляется. В числа 25-го наступило резкое ухудшение. Думали его увезти за город, но доктор сказал, что он слишком слаб и переезда не выдержит. К началу августа он уже почти все время был в забытии. Ночью бредил и кричал страшным криком, которого во всю жизнь не забыть. Процесс роковым образом шел к концу. Отеки медленно, но стойко росли. Увеличивалась общая слабость. Все заметнее и резче проявлялась ненормальность в сфере психики. Главным образом, в смысле угнетения. Все предпринимавшиеся меры вечерного характера не достигали цели. А последнее время больной стал отказываться от приема лекарств. Терял аппетит, быстро худел. Заметнее таял и угасал. И при все нарастающих явлениях сердечной слабости, тихо скончался. Андрей Белый в письме Ходосевичу 9 августа 1921 года рассказывал. Это смерть для меня роковой бой часов. Чувствую, что часть меня самого ушла вместе с ним. Ведь вот, не видались, почти не говорили, а просто бытие блока на физическом плане было для меня как орган зрения или слуха. Орган зрения. Орган зрения или слуха. Это чувствую теперь. Можно и слепым прожить. Слепые или умирают, или просветляются внутренно. Вот и стукнуло мне его смертью. Пробудись или умри, начнись или кончись. И встает, быть или не быть. Орангун тангом в душе жить не может. И смерть блока для меня это зов погибнуть или любить. В дневнике Корнея Чуковского есть такая запись 12 августа 1921 года. Никогда в жизни мне не было так грустно. Грустно до самоубийства. В могиле его голос, его почерк, его изумительная чистоплотность, его цветущие волосы, его знания латыни, немецкого языка, его маленькие изящные уши, его привычки любви, его, кавычка, декаденство, его реализм, его морщины. Все это под землей, в земле, земля. Он ничего не делал, только пел. Через него непрерывной струей шла какая-то бесконечная песня. Не странно ли? Блок умирал несколько месяцев. Он на глазах у всех. Его лечили врачи. И никто не называл и не умел назвать его болезнь. Началось с боли в ноге. Потом говорили о слабости сердца. Перед смертью он сильно страдал. Но от чего же он все-таки умер? Неизвестно. Он умер как-то вообще. От того, что был болен весь. От того, что не мог больше жить. Он умер от смерти. Он умер от того, что не мог больше жить. Галатам. Шестая глава. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление. А сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да у него нынуваем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Стихотворение. Захочет любовь, и в клубящейся мгле багряный цветок расцветет на скале, и снег зажурчит на вершине. Но в каменном сердце во все времена не в силах посеять она семена. В нем терн прорастает поныне. Смиряла любовь даже царственный гнев, и кротким, как агнец, вдруг делался лев. Лань рядом послать с Меробея. Рамсул Гамзатов. Вот такое. Сколько ушло? 12 минут. 12 минут. Нормально. СAnyрава. 29 минут.